Великую китайскую стену Для войска Яра, для Арконы, у нее было очень мощное войско, и чтобы его через горы перебрасывать без потерь, вот была нужна Великая китайская стена. Это не защитный вал, это средство для переброски. То же самое, римские дороги абсолютно такие же написи. Понятно? Это опять Аркона их строил, и там в ряде мест прямо написано Аркона. Понятно? То есть вы поймите, Русь Яра в себя разбирала примерно 90% стран нынешнего мира. Понятно? И Китай, и Япония, все это. И там есть памятники отдельные, я просто в массе их не рассматривал, но там тоже по-русски написано. Куда дальше идти, если китайская письменность основана на русской рунице? Да. Да, вот у меня книжка такая есть, русская основа, китайская письменность. И читайте. Что китайцы? Я знаю, другой вопрос. Китайцы не знают даже, что они китайцы. Они не читают, что они китайцы, но уже не читают. Ну, да, вот если мы возьмем даже сам китайский иероглиф Джунго, то есть серединное государство, если рунице напишите, это примерно то же самое и будет. Понимаете? Там в лигатуру слита рунице, и вот появилась китайская письменность. То есть понятно, очень многие вещи специально нам, так сказать, перепутаны, чтобы нас в лужу посадить, сказать, да вы выскочники, вы, так сказать, очень недавно существуете. На самом деле наша культура существует миллионы лет, вот в чем дело. И просто так от нее не избавиться. Если вы книги частично сожгли, частично спрятаны, но остались камни, остались храмы, вы понимаете? Вот вы попробуете все храмы взять сейчас и перестроить. Ни одной стране не по силе. А ведь есть еще храмы отдаленные, храмы горные, храмы пещерные, храмы, да масса всего. То есть это не удастся. Более того, были камешки совсем маленькие, вот такие. Понимаете? И на них тоже русские надписи. А таких камней уже не миллионы, а миллиарды. Вот возникает вопрос, как вы их найдете и как вы их все сломаете. Непонятно. То есть вы поймите, за миллионы лет у нас столько следов осталось от нашей культуры, что вот избавиться от них в одночасье совершенно невозможно. В Германии есть такой остров, называется сегодня Рюген. Это не очень хорошее произношение от слова Руен. Вообще-то он по-русски назывался Руян. Я вам могу сказать, почему Руяна. Ру – это, скорее всего, сложно сокращенное слово, а слово Русь. Значит, вот Русь – Яная. Яная, то есть юная. Вы, наверное, знаете, что слово Яна раньше просто означало юная. Отсюда вот имя женское. Так что это юная Русь. Но меня заинтересовало, а что же было древней Руси? Вот в те времена, что понималось? Оказывается, была и древняя Русь. Ее греки называли Гиперборея. Но ее название по-русски было другое – Аркторусь. И вот о ней пришлось узнать тогда, когда я рассматривал карту Меркартора. Вот вы, наверное, знакомы, может быть, видели такую карту. Эта карта была составлена в XVII веке. Такое впечатление, но я ее не полностью показываю. Тут другие острова показывают. Который не знал, где помещается эта земля. Он решил, что она помещается на Северном полюсе. Поэтому, видите, в центре написано «Полюс Арктус». И вот эта гора Меру, которая находится в центре. Ну вот, мне удалось на одном камне прочитать странное название. Название было «Город Крумия». И меня заинтересовало, нет ли на карте Меркартора такого названия? Я его вот тут вот обнаружил. Тут, вот если это все усилить в контрасте и увеличить по размерам, вот в этих полосочках можно увидеть вписанное на... И со мной написано было «Мэск Румия». Вот это «Мэск Маски», «Море Маски», еще «Море Маски», ну и так далее. «Мэск Яры». Вот много названий. Ну и вот гора Меру тоже там была обозначена. Потом я прочитал в сочинениях, у нас есть такой Уралов, который подозрение такое сделал, что на самом деле вот эта вот гиперборея – это не что иное, как остров Гренландия. В принципе, это интересное предположение. А почему он так догадался? Он взял несколько направлений, направлений пирамид, и выяснил... Да, спасибо большое. Спасибо. И выяснил, что если взять направление пирамид, они сходятся в одной точке, но эта точка находится на 15 градусов западнее современного Северного полюса. Потому что если мы посмотрим на современный Северный полюс, выясняется, что там глубоко Озия, там глубина порядка 3 километров. И даже если Земля затонула, во-первых, она так глубоко не могла опуститься, это слишком большой геологический период, чтобы на 3 километра опуститься. А Гренландия подходит по всем параметрам. Потом я посмотрел, какие бывают карты древние. Вот выяснилось, что самые древние карты, допустим, карты Месопотамии, к моему удивлению, там было по-русски написано «Лот карта». И вот на этих картах, не только на Месопотамской, все карты производились в храме Яра в городе Аркона, как раз на этой самой Руяне, в том числе и Месопотамские карты. И выяснилось, что храм Яра производил карты для всех стран. И вот на одной из карт, на деревянной карте, было написано, как тогда называлось Гренландия. Ну, позже, конечно. Меня это очень удивило, потому что она называлась Греева Русь. Вот вы теперь сопоставьте. Попробуйте латинскими буквами написать слово Греева и написать слово Грин. И если латинское В совместить с буквой А, это получится как раз латинская буква Н. То есть Грин. Значит, Греева стала Грин. А Русь действительно переводилась как Земля. Так что Гренландия она не была, так сказать, в историческое время зеленой. Это просто так они восприняли слово Греева. Переводить не стали, а просто взяли саму название. Таким образом, это была Гренландия. Каково же было мое удивление, когда я в интернете нашел изображение Гренландии без льда. То есть были промеры сделаны, было выяснено, где возвышенность и где низменность. И вот я вам сейчас покажу на следующем слайде, что будет, если мы их сопоставим. Первое, что выяснилось, ну вот это вот Гренландия без льда, что Меркатор неправильно нарисовал. Во-первых, он перевернул кверху ногами. И вот на искру меня он здесь оказался. А помните, он тут там. Ну, если приглядеться, тут все тоже кверху ногами, все надписки. Во-вторых, ну я постарался еще немножечко сместить. То есть вот как реально выглядит Гренландия, вот как она на карте. Понятно? Поэтому отождествлять какие-то объекты не так-то просто. Самое интересное, что вот тут, вот во льдах, если взять, посмотреть из космоса, тут действительно есть мыс, и действительно он подпилен. То есть вот кроме, ну как понять, как кромка, каемка, то есть это, так сказать, некая оконечность. Ну а дальше? А дальше мы видим, что вот это вот огромное озеро, оно тут как пролив обозначено. Ну и другие места. Тут даже не видно, чтобы были проливы, и вот тут не очень видно проливы. А на карте они выглядят как проливы. Ну а где же вот эта вот центральная часть и гора Мэру? У меня такое впечатление, что вот она. Видите, вот тут есть крошечная точка, и вот это озеро. Вот это вот и есть центр. Где гора Мэру? То есть вот это тот древний материк, если угодно, хотя Гренландия, она и большая, она уже тысячи километров. Ну вот, так сказать, считалось, что это материк. Откуда вся Русь пошла? Вот древняя Русь, понятно? Значит, она тут существовала примерно 10 тысяч лет назад. Позже она погрузилась в воду, но не вся. То есть погрузилась, ну может быть, процентов 10-20 ее территории. Но жить там стало невозможно. Там похолодало. Вот там, как вы знаете, сейчас вся Гренландия покрыта льдами. И там есть очень узкая полоска вдоль побережья, где люди живут, до сих пор живут. Ну а это уже, так сказать, живут там американцы, канадцы и прочее. Уже современная социализация. Вот, чтобы вы себе представляли нашу древнюю Русь. А на кого эти надписи были? Тоже хороший вопрос. И для чего? Значит, вот, мне довелось смотреть надписи на Луне и на Марсе. И там тоже по-русски написано, скажем, храм Мары и написано сырье. То есть вам понятно, зачем на Марс летали. Цивилизация была выше. Но, ну вот, может быть, вы смотрите программу там, Паран ТВ и другую. Там сказали, вот, допустим, почему не говорят нам, что НЛО существует? Потому что было специально закрытое совещание всех европейцев и они пришли к выводу. Если мы признаем, что есть кто-то, помимо наших политических деятелей, кто сильнее нас, возникает вопрос, насколько мы будем подчиняться нашим политическим деятелям. Я не имею в виду именно в нашей стране вообще на Земле. Вот теперь представьте себе, если, скажем, в Нижнем Палеолите, в эпоху Мары, люди летали на другие планеты Солнечной системы. Вот как это быть, когда нам все время говорят, что мы самые лучшие, мы самые ушлые и вышлые, а выясняется, что были цивилизации помощнее наши. Вот я всегда привожу пример. Попробуйте сейчас построить пирамиду Хеопса. Ни рабочей силы не хватит, ни техники не хватит все повторить так, как они делают. У них другие технологии были. Понятно? Значит, такое впечатление, что если летали какие-то космические корабли, я не знаю, как они были устроены. И над Землей что-то летало. Может, на Змеи летали, может, на Дальтапланах, может, на воздушных шарах. Но мало ли разных летательных аппаратов. Но им это было нужно. Вот я показываю, как назывались вот эти четыре части. Значит, самая верхняя часть называлась маска Яра. Вот, что такое маска, я понял совсем недавно, только год назад. Оказывается, все изображения назывались масками. Ну, это понятно. Потому что вообще, что такое маска? Маска – как глаголом «мазать». Женщины прекрасно знают. Скажем, есть огуречная маска. Да? Вы просто намазываете огуречный сок. Значит, все, что намазано, то есть маска. Понятно. Теперь дальше. Может быть, маска Яра, может быть, маска Рода, может быть, маска Мары. Мара – богиня смерти. Маска Мары – это изображение умершего человека. Маска Яра – это изображение живущего человека. Долго я не мог понять, что это Рода. И вот, когда я посмотрел, что написано на том, я не помню, кто он, Бурят, но вот, вы знаете, и Мангелов, и Тигелов, да. Вот на нем написано маска Рода. То есть, если человек на нем, на лице, если человек впадает в анабиоз, он и не живой, и не мертвый. Понятно? Вот это маска Рода. Значит, если тут написано маска Яра, то это изображение как бы живой Земли. Откуда все пошло. Понятно, да? Значит, вот все пошло от северной оконечности. Потом, как видите, я тут специально проделал проходы. Проходы я проделал по линиям, где, скорее всего, могли быть какие-то проливы. Вот один пролив, вот другой пролив, вот третий пролив, вот четвертый пролив. Вот тогда они как-то начинают совпадать с картами Ркатора. Ну, значит, вот эта вот гора Амэру, вот это вот город Полу, вот эта часть называется Яр. И вот отсюда пошла колонизация всей оставшейся земли. Ну, то есть, практически всего земного шара. Это вот пока все, что я могу сказать о Древней Руси. Но вы понимаете, это 10 тысяч лет назад примерно было. И лекцию я не могу читать по Древней Руси, у меня слишком мало материала. Это дальнейшее исследование. Я хотел бы с вами поделиться более поздней, то есть, новой Руси. И так в окрестностях города Калининграда в селе Романово находятся развалины церкви. И там, в частности, в стену вмонтирован вот такой камень. Вот опять-таки попробуйте приглядеться. Вы видите, что? Вы видите крест и окружность. Вот так обычно изображали старую древнюю нашу Руси. Ну и дальше вы читаете Яра Рода Архона. Опять-таки не сразу видно. Вот буква А. Вот вы меня сейчас будете спрашивать. Дальше М и так далее. Вот тут вот написано слово Архон. Я еще раз говорю, как я это делаю. Я предельно контрастно делаю, потом вглядываю, знаете, у меня аж глаза полярят. И вот выделяю каждую букву и отдельно ее сюда. Что тут еще написано? Храм Яра Рода Архоны и мастерская Яра. А буквы рельефные? Вдавленные? Буквы выпуклые. Да? Не вдавленные. Да, выпуклые. Вы понимаете, вот мне говорят, что наши предки, ну что там, скалывали. Нет, если скалывать, понимаете, вы расходите камень. Это практически... А как тогда? Вот, вот это вопрос. Я обращался к каменщикам, как это делается. Мне сказали, есть такой способ. Если вы камень перетираете в муку, то есть у вас пыль получается, ну как вот цемент делается, ну да, и сажаете его на рыбий клей, да, есть такой рыбий клей, то у вас получается масса типа пластилина, вы вылепляете все, что вам нужно, любой рельеф, потом он застывает и он ничем не отличается от камня. Это же другая структура получается. Структура другая, но камень, минерал тот же самый, понимаете, если вы его... Внешне никак не отличный. Ну я сам не пробовал, я, как говорится, за что купил, за то продал. Если будет у меня лаборатория, я попробую воспроизвести. Ну, во всяком случае, я вот вам показывал, Аркону в свое время, по-моему, это был 1168 год, датчане заняли этот город, но к этому моменту уже оттуда многое было увезено. Вот в частности, вот такие культовые камни были оттуда увезены. Я хотел бы обратить ваше внимание на одну интересную вещь. Как называлась наша религия? Тут написано вера, мира, яра. Понятно? Значит, вот тот ведизм, который существовал на Руси, но не на нашей Руси славя, а на Руси яра, назывался вера, мира, яра. Вот вам, пожалуйста, никакого тут язычества не было. Это была вера очень мощная. Ладно, поехали дальше. Итак, вот развалины того храма. Вот в местечке Романово. Но по этим развалинам мало что можно сказать, хотя меня очень заинтересовало, когда я начал читать, вот то, что тут наверху как бы белым забрызганным. В компьютере можно обратить цвета, и если обратить цвета, тут написано слово Архона. То есть, иными словами, этот храм строился именно мастерами из Архона. Ну, развалины мало привлекательны. А вот то, что я вам сказал, вот видите, ну вот смотрите, буква А, вот это вот, огромная буква. Вот тут буква О, вот это вот. Я постарался воспроизвести так же, как тут написано. Архона Руси, вот, ну и что это? Край Яровой Руси, или Край Руси Яровой. Вот, что такое нынешняя Калининградская область, чтобы вы себе представляли. Край Руси Яровой. Слово Край использовали так же, в том же самом смысле, как и у нас. Край, и в смысле какая-то Акраина. Акраина, да. И край в смысле административная единица. Так, понятно. Скажем, Краснодарский край, это и край Южной Руси, и это и административная единица. Вот, на крыше кое-что написано, ну и так далее. Видите, тут надписей очень много. То есть, это храм Яра, вот что это. Вот, ну и кроме того, тут вот написано, что Ямара, Яра, вот это храм Аркона, ну и так далее. И мастерская Яра, храм Аркона, то есть очень длинные надписи были, ну и сделаны для нас не очень привычным способом. Ладно, поехали дальше. Это, вот такая храмина стояла в свое время в Германии, в Кёльне, в Кёльнском соборе. Под храмина понимается, как бы, модель храма, ковчег, в котором что-то находится. Ну, вот, когда я читал, что там находилось, там находились книги, там должна была быть книга Макоши, и не помню еще кого-то книга. Ну, а вы знаете, вот книгу Велеса, да, откопали, ну, хотя она на самом деле, с моей точки зрения, не Велеса, а другого бога, но не в этом суть. Ну, а вот ковчег, он напоминает настоящий храм. Вот такой храм в свое время был в Новгороде, ведический храм. Я обращаю внимание, что у него были звезды не четырехконечные, а восьмиконечные. Восьмиконечная звезда отражает Солнце. Под Солнцем всегда было изображение Луны в виде месяца, но астрономически неверным способом. Как вы знаете, если Солнце освещает лунную поверхность, то рога должны быть вниз, а пока то есть вверх. Понятно? Конечно. Потому что Луна отражает солнечный свет. Вот. И еще ниже, как видите, помещается земной шар. То есть Солнце, Луна, земной шар. Вот вам символика. Как вы знаете, эта символика используется и в христианстве. Но немножко не так так. То есть, крест сейчас тоже восьмиконечный, но немножко не такой, как вы знаете. Там есть две перекладины, а на церквях не две перекладины, а одна широкая перекладина. Одна, как вы знаете, наклонная перекладина, но все равно восемь концов. Сохранился и полумесяц, и, как вы знаете, очень часто вот такая вот головка сохранилась, которая отражает земной шар. Но, как видите, несколько маков было. и вот такая характерная структура. То есть, как бы второй этаж это храм, стоящий на уровне второго этажа, а первый этаж гораздо шире. Ну, и вход вот такой вот большой. Вот так примерно выглядели у нас ведические храмы, чтобы вы себе представляли. То есть, он немножко похож на христианский храм, но все-таки отличается. Согласны вы с этим? Вот, чтобы вы себе представляли. Поэтому примерно так выглядел тот храм, который разрушен и который я вам сейчас показал. Теперь дальше. А как выглядела сама Аркона? Я вам покажу чуть позже, как она в наше время выглядит, но меня интересовало, как она выглядела когда-то. И такое мне удалось в атласах найти. Был такой атлас, посвященный всем городам мира, но под другим названием. Дело в том, что сначала Аркону вырубили, а потом примерно через 300 лет ее снова восстановили. И восстановили ее, видимо, при Александре Македонском. Значит, Александра Македонского загнали в IV век до нашей эры, но на всех монетах, на скифских, на монетах Македонского везде написано, что он умер в 307 году по Яру, то есть это середина XII века. Я не знаю, в курсе вы или не в курсе, вот у нас такой академик Фоменко есть, который говорил, что сдвинута вся хромология. К сожалению, они не читают надписи, а на надписях видно, что она действительно сдвинута, и можно сказать прям погодно, в какой год что случилось. это все на монетах зафиксировано, так что и уже в XV веке, скажем, было опасно писать об Арконе и о Руси Яре. Особенно опасно стало писать после Триденского собора. Триденский собор состоялся в 1545-1563 год, потому что он принял решение. Если вы пользуетесь любым летоисчислением, кроме христианского, то соответственно книги надо сжечь, а вас в святую инквизицию. Понятно? То есть все, что было до этого, все подлежит уничтожить. Ну вот представьте себе, да, сейчас такой указ выпустят, и вы вдруг начинаете говорить о чем вы понимаете. За вами придут. Почему? Что почему? На основании чего? На основании того, что в Древнем Риме развивался христианство. Древний Рим, это на самом деле 12 век. Вообще это была провинция, провинция Аркун. И назывался он вовсе не Рим. Он сначала назывался мир Марк, потом он стал называться просто мир, потом да, стали читать в обратную сторону, стал называться Рим, вот, причем как вы знаете, первые правители были этрусские, но постепенно, постепенно, собственно, почему мир Марк? Как вы знаете, там, где Мара, там обычно кладбище бывает, раз она богиня смеется. Это самое подходящее место для того, чтобы там какие-то культовые сооружения делать. Вы наверное знаете, у нас допустим, есть Ваганьковское кладбище, там есть церковь, и церковь довольно посещаемая. Понятно. Поэтому это идеальное место для того, чтобы устраивать или новый культ, или какие-то вещи. Мы отойдем еще и до Рима. Так вот, Аркона была помещена под названием Тиволи в этот самый атлас. Но когда вы начинаете читать, то вы удивляетесь. Значит, Тиволи есть такой итальянский городок, это курортный городок, малюсенький, и я специально смотрел в нем какая структура, там ни одного здания похожего нет. А тут если читать, вот каждое сооружение, вот допустим, вот это сооружение, оно подписано мим мим и храм, Русь и мир, яра рода. Значит, вот мим яра. Откуда я это знаю? А вот вы посмотрите, вот тут вот есть склон горы, и вот это все буквы, это все подпись. Понятно? Вот так подписывали. Ну, это своеобразная тайнопись, но тайнопись только для тех, кто так не умеет читать. А вот если вы это внимательно начинаете читать, тут все абсолютно подписано. Дальше, обращаю внимание, вот смотрите, да, вот вроде бы склон, вот я его отдельно вынес. И здесь мы уже видим, что это напоминает что? Голову человека в профиль, да, повернутые вправо. Вот. Дальше вот два путника спускаются куда они? Спускаются к храму. к храму Яра-Мары и так далее. Постойте, и художник, который рисовал эту миниатюру, он все это прорисовал? Естественно. Он знал? Конечно. Естественно. Скажите, пожалуйста, вот я вам приведу другой пример. Были у нас братья Стругацкие, да? Да. Которые писали вроде бы фантастику. Трудно быть богом. Да, да любые произведения. Понедельник начинается в субботу, да? Там был, скажем, ничего. Научно-исследовательский институт, чародейство и волшебство. Но все же понимали, что это сатира на существующую историю. Так ведь? Да. Хотя там ничего не говорилось ни о Советском Союзе, ни о Москве, ничего. Просто ничего. Но вы же понимаете, вот так они оценивали деятельность наших научно-исследовательских институтов. Что? Их результаты ничего. Так и тут. Вы же понимаете, карикатуры всегда были. И всегда что-то запрещалось. Вот и тут это запрещалось. Значит, тут можно несколько ликов найти и практически каждый храм из тех, которые здесь есть, они все подписаны. Но это я сначала увидел в черно-белом варианте, а потом я нашел эту же картинку цветную, но я не стал показывать. В цветном варианте она выглядит значительно симпатичнее. А географы сохранились здесь? Географы здесь сохранились и в следующий слайд я вам покажу, что сейчас там. Видите, тут все узнаваемо. Видите, вот этот вот самый прощик. Он тот же самый. Он никуда не делся. Вот. Тут много можно чего выделить. Вам понятно, что вот это вот все тоже надписи, то есть надписей тут полно. Но вот теперь перейдем к тому, что на сегодня осталось. Вот это сегодняшняя фотография. Это вид с не очень большой высоты. Это можно считать не географ. Географ это прямо вниз мы смотрим, а это под некоторым углом. Как видите, вот это вот берег моря Балтийского. Вот это надпись. Кто хорошо читает, кто глазастый видит, вот это буква А, вот следующая буква Р. Дальше в лигатуру идет буква К, а дальше буква О. Видно или не видно? Ну, и что тут написано? Ахона. Понятно? То есть я-то ничего не выдумываю. С моей точки зрения написано очень крупно и красиво. Но другое это с облигатурой. Мы не привыкли, чтобы склеивались буквы настолько, чтобы их не отделить. Еще раз. А. Видно? Р. Причем такое латинское залезает на следующую букву. А вот следующая буква К. Вот она К. Вот прямая палочка вверх вниз. Дальше буква О. Видно? Тут маленькая Н и вот большая буква А. Аркон. Это береговая линия? Это береговая линия. Да. Совершенно верно. Верх береговой линии подписан. И дальше мелкими буквами написано Я. То есть Арконы Я. Для того, что эти берега даже в течение нескольких десятилетий меняются. Меняются. Я с вами согласен. Но наши предки умели писать так, что столетия проходят, можно прочитать. Валерий Алексеевич, скажите, пожалуйста, а буквы что-то не изменились? Вот там было 49 букв с Валянской там будет ять. Буквы с полиарита не сменились. Ять это появляется только в воздухе Кирилла. У нас никаких ятьей не было. Получай, что, это есть три буквы не вложить? То есть ничего не меняется? Включая букву Я, включая букву Ф и включая И Крат. Это Калининград, Нет, Аркона это не Калининград. Аркона это остров Рюген. Это федеративная республика Германии. Это вот это Рюген сейчас, да? Да, это остров Рюген это вид Аркона на самом севере. вот что-то там нашли недавно. Дело в том, что у Задорнова в его фильме там идет интервью с одной женщиной которая не немкой которая в общем-то за него Задорнов это мои книжки читала. Рюгену собственно говоря не так много времени. Когда в древние времена тогда был Рюген Я вам о чем говорю не о том что ему 10 тысяч лет это новая Русь понятно? Ру Я Вот его название Русь Немцы слышали Ру Я Рю Рю Ген Ну да написали как они Это какой временно возраст тогда сейчас Этим надписям но этим надписям чуть больше тысячи лет ну примерно полторы тысячи лет не так много по историческому мере Ладно поехали дальше А еще раз хочу сказать вот все что есть это действительно все что сохранилось как видите раз здание два здания потом вот высокая башня и какие-то сельские домики ну десяток домиков все то есть еще раз давайте посмотрим что было раньше вы посмотрите какое городище какие были здания и посмотрите что осталось все понятно да практически все сравняли с землей гоня гоня вот ну вот кое-что я тут прочитал я увеличил усилил контраст вот храм мары маяк яра то есть кое-что еще прочитать можно ну и на географе кое-что тоже можно прочитать вот теперь я хотел показать другой город значит как вы знаете Рюрик пришел в город Ладогу и вот это не что иное как Ладоги ну если у кого есть вот эта система Google Earth вы можете всегда навести тут видно с какой высоты 1,13 то есть с высоты километров 130 метров но я обращаю ваше внимание вот если считать что это надпись то вот это вот какая рука полупруглая с дальше вот это вот т вот дальше ну тут не совсем понятно но во всяком случае вот так о ну короче говоря я вам сейчас покажу готовый результат да вот видите я это все как вам нравится а этот дорожки что это вообще что это улица улица но вы посмотрите как улица сделана да вот тут тупик спрашивается зачем тупик когда можно было бы соединить а если вы соедните уже надписи не получится да нелогично вот это я вам просто к тому что наши предки все подписывали обращаю ваше внимание написание слова столица значит до второго тысячелетия писали столица да ну или может быть еще там в тысячном году а позже стали писать через букву ц то есть д с лиц букву ц понятно поэтому когда вы читаете можете сказать вот это например надпись это конца первого тысячелетия а если написано столица то это уже надпись второго тысячелетия понятно так же слово славяне если написано славяне это значит второе тысячелетие если написано склавяне значит это конец первого тысячелетия понятно написание менялась вот причем что это такое столица Ярия мира ставки Москвы Яровой. Не думайте, что Москва Ярова – это наша Москва, это другая Москва. Сейчас я вам покажу ту другую Москву. Но прежде чем к Москве переходить, я вам просто хотел показать, что в Ладоге было найдено. Найден вот такой интересный ключ. И если прочитать надпись, то есть вот буква Р – это вот это вот. Потом видите, буква У идет. Ру. Значит, вот это вот С. Ну и вот нижняя часть, вы видите мягкий знак, да? Лежачий какой-то. Лежачий, да. Но уж извините. Да. Ведь и ваты писали. Это к вопросу о том, что наши предки писали не хуже нас, а писали много лучше нас. Писали изобретательно. Вот. И что читается? Русь мира и склавян. Вот я вам говорил про слово склавян. Опять, значит, видите, не только столица, но еще и склавян. Да. Дальше Яра Русь склавянов. Мы сейчас не говорим склавянов, мы говорим славян. Ну и вот тут написано Мим Руси Яра. Это значит... Кто такой Мим? Мим – это жрец. А если у него титул жреца, скажем там, Мим Яра, это, ну, соответствует нашему или архиепископу, или митрополиту. А если он в Арконе, то это и патриарху соответствует. Это ключ. Это же ключ. Это ключ, который принадлежал кому? Юрику. Ну, патриарху. Ну, не думаю, что Рюрику. Думаю, что какому-то его приближенному. Потому что Юрик имел более высокое звание. Так, поехали дальше. Вот, я вам показываю город, который тут обозначен. Мадрид, Испания. Вы посмотрите, я обвел специально буквы, а не какое слово образует. Вот я вам обещал показать, какой город назывался Москва. Но это Москва Яра. Значит, сначала он назывался Москва, причем в аквающем произношении, как мы говорим, Москва. Потом его называли Москва-город или Москва-град. В одно слово Москва-град. Потом пришли арабы, им тяжело читать Москва-град, они сократили, получилось Ма-град, а в арабском произношили Маджрет. Понятно? Пришли испанцы, им произносить Маджрет было неудобно, они сначала произносили Мадрет, потом стали произносить как? Мадрид. Все понятно? Вот это эволюция этого слова. То есть, что это такое? Москва-град. Но Яра. А у нас Москва, еще раз повторяю, славян, не путайте. То есть, городов под названием Москва было много. Почему? Слово Москва от слова маска. Значит, вот если есть изображение, какое-то, да, ну, скажем, несколько, я не знаю, статуй богов, значит, это какое место? Москва. Понимаете? Там есть маски, там есть изображение богов. Понятно, да? Вот отсюда и такое понятие. Вот это просто, чтобы вы имели в виду. Поэтому, когда я вам говорил, что Москва-Яра имелось в виду, то есть, имелось в виду Мадрид. Современное его название. Вообще, географы очень интересная вещь. Я вот одну книжку написал, пока я еще не издал. Это вообще-то географы. Что такое географы? Я даже хочу такую науку создать под названием геоглифия. Потому что на самом деле географы, ну, их, конечно, читать очень трудно. Вы понимаете, вот перед нами что? Ну, не поймем, что. Но зато мы видим, что вы посмотрите, вот если считать, что это буква, это какая буква? С. С. А дальше? О. Да, и дальше, и дальше. Но рельеф же изменяется со временем. Рельеф меняется. Какие-то... За какое время он меняется? За много. За тысячи. За тысячи, да? Я вам говорю, что за сотни лет он не меняется. За сотни лет это достаточно. Ну, а теперь посмотрим, что тут можно почитать. Значит, это я вам показываю окрестности города Тобольска. И так, вот это, видите, тут внизу написано славян, а вверху, если приглядеться, написано скифи. Скифия славян, значит, это скифия, подчинявшаяся кому? Руси славян, то есть нам. Дальше, мы тут читаем еще и другое. Скифы яра. Скифы яра, они кому подчинялись? Арконе подчинялись, понятно? То есть они не Москве подчинялись. И еще тут есть, видите, написано Мары скифи. Скифия, вообще, Русь Мары, это Китай. Это совсем другое войско, это войско, которое потом образовало вот так называемую татаро-монгольскую орду, чтобы вы имели в виду. То есть это еще одна Русь. Еще раз повторяю, значит, была Русь Яра с центром в Арконе, была Русь Славян, потом у нее появилась вот наша Москва. Была Скифия, но у Скифии несколько было столиц, вот одна из столиц, это Тобольск. И была Русь Мары, у нее столица, город Карапорум. А вы знаете, вторая ставка была в Тобольске. Пугачев. Да. Это чей портрет? Пугачев. Разбойник. Разбойник Лири. Давайте прочитаем, что написано. А тут тоже масса вот таких вот неявных надписей. Итак, Яра Скифия, Мары, храм Яры, значит, он никто иной, как Мим Яра, особенно на Бороде много написано. Он был не просто Мим Яра, а Яко Хан, Сибири, и храм Яра руководитель. Русь Мары. То есть, он был ставленник кого? Вот той части, да, самой восточной. Понятно? Тут схлестнулись две Руси. У нас уже были Романовы, а он, заметьте, у него звание ничуть не меньше. Он тоже Мим Яра. То есть, он наравне с нашей царствующей династией. Другой, да, что силённый был Мород. Но ещё кто он? Ещё он пустынник и руководитель. То есть, понятно, это не какой-то там зарежий самозванец. Это человек, уровня, ну, в по крайней мере, митрополит. Как вам нравится? Но это понятно, что его окрестили вором, там... Судя по парты, да? Судя по парты, по партрету, но портреты подписались... Понимаете, не просто... Кто там другого звания не мог приписать? Что в этом? Под страхом смертной казни очень невозможно. Вот, просто чтобы вы понимали, что это не простая величина Пугачёва. И такое впечатление, что Пушкин уже догадывался об этом, как вы знаете, он очень аккуратно писал об этом. Ну, история Пугачёва там у него маленько получилась. Дело в том, что саму-то историю Пугачёва он не написал. Он написал «Капитанскую дочку», но это роман. И мы вам не дали. Конечно. А вот Каракорум столица той самой Руси Мары. Сейчас этот город называется Хархорин. Но я специально выделил вот эти фрагменты. Вот сейчас я покажу, что они означают. Так. Россия, Скотия. Слово «Россия» это прилагательное, Скотия существительное. Скотоводы? Да, конечно. Скотоводы. Совершенно верно. Но, как вы знаете, скажем, в украинском языке звук «О» переходит в «И». по-русски «Он», по-украински «Вин». Знаете, наверное, да. Значит, если «Скотия», то по-украински читаю будет что? «Скития». А если «Т» произносится при дыхании, «Скипсия», то «ТХ», «ТХ» произносится как «Ф». Понятно? «Скифия». Да, понятно? То есть, слово «Скотия» потом перешло в слово «Скифия». То есть, по всем фонетическим правилам. Дальше, что мы тут читаем? Как вам нравится это слово «Рать-Яра». «Рать» это по-древнерусски что? «Войство». Понятно? То есть, вот где стояли войска. Действительно, они там стояли. Ну, дальше «Маяк-Яра». Ну, и название самого города. Почему он назывался «Каракур». «Камень в Руси Мары». Каменья даже. Каменья в Руси Мары. Вот представьте себе, какому-то иностранцу говорят, какой город? Каменья в Руси Мары. Чу-чу-чу. Каменья в Руси Мары. «Каракур». Все. Понятно? Вот, так сказать. Это еще одна Русь. Поехали дальше. И это лицо, наверное, вы могли бы узнать. Чингисхан. Совершенно верно. его духовное звание. Мим храма Яра. Это в этом изображении? В этом изображении, да. Я вам показываю. Это волосы, значит, и челка, и борода, и усы. Борода маленькая. храма. тут тоже вот видно, если вы приглядитесь, тут написано, что-то типа хан. Если вы приглядитесь. Вот, в этих местах описание. Да, не храм. но, видите, Русь Яра Мары и храм Мары. То есть, опять-таки, это какая Русь? Русь Мары. Вот та Русь. Какого века это изображение? Да, мне трудно сказать, какого века, но надо посмотреть, наверняка, тут и в годах Яра тоже что-то есть. Я не рассматривал вот эти вещи, вот эти вещи. Просто не хватает времени, вы понимаете? Каждое изображение это целый текст, причем большой текст. Но какие-то крупные надписи. Не может быть просто шапка, усы и волосы, и уши. Черт и что. Почему черт и что? Но, вы понимаете, раньше, если портрет сделали, то в него вписывали и должности, так сказать, к какому храму относятся. Ну, все о человеке. Это как бы удостоверение личности. А я думал, просто вот. Это понятное дело. Сейчас вообще все просто. Да, сейчас все просто. Значит, началось это в 19 веке. Я вам просто напомню. Значит, в 19 веке появились художники. Значит, сначала появилась Барбизонская школа, они уже с точки зрения классической просто валяли свои картины. Потом появились импрессионисты. Импрессионисты, ну, что там, не могли написать две картины. В то время, как скорость написания картины была не меньше двух лет. Понимаете? Потому что сначала грунт сделался, потом делалось несколько слоев прописки, после каждой прописки, там, два-три месяца, картина сохла, потом лессировка, потом лак. Ну, вы понимаете, это очень такое добротное дело. Зато картины до сих пор хранятся, они столетиями хранятся. А импрессионисты продавали свои картины в художественные галереи, и художественные галереи уже через 10 лет судились с художниками, потому что их картины уже разваливались. Понимаете? Да, можно за день написать, но через 10 лет, понимаете, ее надо уже реставрировать. Она уже не годится. То есть, конечно, можно шаляй, валяй, что угодно. Я вам просто показываю, что на самом деле, когда мы имеем дело с изобразительными предметами того времени, то из них очень многое можно узнать. Я вам еще раз говорю честно, я не все прочитал, потому что тут и времени больше нужно, и опыта может быть больше нужно. А у вас там можно снизить? Пока нет. Это одно из так называемых ретрусских зеркал. Ну, что мы видим? Тут молодой человек с девушкой, тут рядом еще три человека других. Ну, тут есть три написи по-этрусски. Написи, как правило, ничего не означающие. Но если прочитать, у нас глаза на лоб полезны. Этот человек имеет подпись Хараон. Хараон это то звание, которое потом стало называться Фараон. Ну, это немножко скажу. Кто такой Хар? Хар это Яр. Яра он, это человек Яра. Понимаете, это посланец бога Яра на земле. Просто выше звания Ним. Вам понятно? Это не Мим Яра. Мим Яра это, так сказать, служитель более низкого ранга, а Хараон это, наверное, больше, чем Папа Римский. Это непосредственный принцип. То есть, Хараон может быть на земле только один в данный момент. Других не бывает. А Мимов Яра может быть несколько. А Мимов Храма, вот Мим Храма это типа настоятели, это что-то, ну, максимум епископ. То есть, вот такие звания. Мим Храма какого-то, потом просто Мим Яра, а потом уже Харова. Но дальше самое интересное, кто же это? Вот кто это. Это, оказывается, Рюрик. Вам понятно, кем был Рюрик? Рюрик был лицом самого высокого духовного звания. А это было просто изображено его свадьба. Ну, Петрусские подписи не очень интересные, но, скажем, да, звдан это просто свидание. Значит, мы говорим свидание, а этрусские говорили на языке очень близком к современному белорусскому. Почему? Потому что они в Этрурию пришли из таких городов, как Полоцк и Смоленск. Вы, наверное, знаете, что Смоленск долгое время принадлежал великому княжеству литовскому, соответственно, под диалект, который был в Литве, а это был белорусский диалект, там был. Значит, не свидание, озвонченное, звидание, а потом они лишние гласные выбросили. Получилось не звидание, звидан, а потом выбросили и букву и получился звдан. Понятно, да? Ну, то есть, просто свидание. Дальше вам переводить надо. Они все женщины нагия. То есть, они все женщины нагия. Ну, и мы действительно видели обнаженную женщину. Одна женщина. Там не одна, там на самом деле больше. Другое дело, что они не всегда выписывали признаки пола, и иногда можно было принять кого-то свадьбу или свидание. за женщину. Что? Свидание или свадьба? Дело в том, что у них зеркал с надписью свидания полно. То есть, если изображены мужчина и женщина, всегда подписывается, что это свидание. Так. А что там на свидании? Там может быть и свадьба, и что угодно. Понятно? Это просто некий жанр. Жанр свидания. Все. Вот. Дальше. Тут есть такая надпись, как, например, святая столица. Опять, понимаете, нам переводить не надо, хотя написано не столица, как мы привыкли, да, а звончено столица, но мы так не говорим. Дальше. Что тут еще? Происходит это в городе Арконе. Хотя зеркало итрусское, но оно отражает события, которые происходили в столице, в Арконе. Дальше. Рима монастырь. Очень интересно. Есть тут, например, это Е, вот мы говорим есть, а они сократили до слова Е. Но современные белорусы, украинцы тоже употребляют это слово Е, в смысле есть. Е, Ярова варяжка. Хорошо. А он еще к тому же Яросокол. Кстати, как переводится слово Рюрик? Сокол. Вот так и написано. Яров Сокол. Есть тут слово Москва. Я думаю, Москва не наша. Думаю, что, скорее всего, зародыши, да, то есть, Москвы, мангели. Короче говоря, тут вот написано, скажем, Хараон с мимой Яра, с княгиней. И как звали княгиню, мы тоже знаем. Ася Водкин. Как-то не бугар. Не Водкина, а Водкина. Ну, у нас был такой Водкин, если вы помните. Водкин был. Нет, это уже псевдоним, так сказать. Я имею в виду слово Водкин. У нас есть и город в Мордовии Водкин. Слышали такое, да? Менделеев, кстати, из тех мест, из Водкин. Или Чайковский, нет, Чайковский, по-моему, да? Чайковский из Водкин. Вот. То есть, в принципе, я нашел еще несколько зеркалцев при самой Аси Водкиной, так и подписанного. То есть, можно знать, как звали жену Рюрик. До этого я узнал, как его самого зовут. Его зовут Иван Имануилович. Да. Рюрик. Соколов. Он Соколов по матери, на самом деле. А по отцу его отца звали Имануил Синеус. Он Синеусов по отцу. Понятно? А по матери он Соколов. То есть, Рюрик это прозвище по матери. Но у нее род Соколовых, а у отца род Синеуса. Понятно? Но обратно у него Трувор был. Трувора звали Акаки. Акаки именович Трувор. Ну, я сейчас не об этом. Ладно, это просто как ее звали. Теперь еще одна интереснейшая вещь. Был я в 2011 году. Читал лекцию в городе Владимир. Но и меня за грубки взял. Я сказал, что я там видел надпись граффити внизу. Оказывается, у меня среди слушателей была женщина-экскурсовод. Она говорит, ну-ка поехали, вы мне покажете. Ну, я показал граффити. А-а-а, говорит она, а-а-а, это мальчишки к Саваре. Ну, что себе мальчишки? На самом деле там весь храм обложен плитками, а в одном месте плитка упала. И вот она обнажила то место, где было это граффити. Понятно? То есть это граффити, наверное, с 10-11 века. Какие мальчишки? Если мальчишки, то того времени. Вот, но я там обнаружил вот такую вот интересную плиту, я на всякий случай сфотографировал дома, стал смотреть, потом, когда я сюда готовился, я думал, что... Это просто был под плиткой? это одна плитка наверху. То есть я тут, конечно, не все вам показал, тут вот тоже вот надписи есть, ну, еще я их уявил. Но меня заинтересовала та надпись, которая вот тут в самом центре. Что тут написано? Всея Руси Яра и Склавян храм Яров мир рода Яр. Вот что написано. Итак, Димитровский собор во Владимире и это не что иное, как всея Руси храм Яра. То есть головной, вот как у нас в Москве сейчас храм Христа Спасителя, это основной собор нынешней России, но христианский. Так вот, Димитровский собор во Владимире это самый основной храм, причем храм не только Руси Яра Арконы уже нет. В чем, что самое интересное, во Владимире княжество появляется на следующий год после разрушения Арконы. Понятно? Значит, как говорится, вахту сдал, вахту принял. Вот вам пожалуйста. Итак, куда переехало духовное наследие Арконы? Она переехала во Владимире. Владимирская Русь. Киев это, так сказать, немножечко ответвление, а основная это Киев. Кстати, что меня тоже очень так заинтересовало, в свое время я прочитал на дощечках Велесовой книги, что она была в свое время в библиотеке именно храма Владимира. Вообще, все предполагают, что она из Новгорода и ничего подобного. Она из Владимира. Вот где был центр духовной жизни. Теперь вам понятно, когда Москва, наша вот Москва, она входила во Владимира Сузовскую Русь. Понятно? Вот она-то и стала создаваться как столица. Вот. Это я просто для того, чтобы вы знали, что, так сказать, кем был вот этот вот храм. А теперь я покажу, что с ним сделали, какой он был. когда-то он был вот таким, а сейчас он вот такой. Значит, если вы внимательно сопоставите, вы увидите. Здесь под основной маковкой есть вот такой вот купол. Здесь купола нет. Здесь есть над апсидами три таких полукруглых арки. И здесь этих полукруглых арок видите, да? Дальше здесь окна. Вот окна и сразу над ними вот украшения и, так сказать, крыша коническая. Ну, не коническая, полукруглая. И здесь вы посмотрите, вот эти окна, вот они. А над ними еще второй ярус окон. То есть вам понятно? Итак, храм был в полтора раза выше. В 19 веке его как бы реставрировали и его понизили. Ну, зачем ведическому храму быть таким высоким? Вы же понимаете. Заметим другое. Простите, получается, перестраивали всю купольную часть. Да, конечно, безусловно. безусловно. Практически легче новый построить, чем перестроить старый. И тем не менее. Ну, что, вот у нас на Сибцовом в Рашкеле снесли здание 19 века и построили точно такое же. Ну, это сегодня архитектура, это здание, здание, все-таки балочная система и потом храм Христа Спасителя восстановили. Коробка летая практически, ничего там от храма нет. Кстати, если вы знаете, вот на нынешнем Дмитровском соборе там многие украшения летые. Литые. Хотя я уверен, что тут они были не летые. Это была резьба. Ну, и замечательная пирамидная. Дальше, заметьте, тут была колокольня. Сейчас никакой колокольни нет. Дальше, посмотрите, тут были пределы. И два предела, да еще с макаркой. Сейчас никаких пределов нет. То есть, вам понятно? Это, кстати, храм по кровам и мерлить. Там тоже только одну коробку оставили, все остальное убрали. Просто, чтобы вы себе представляли. Тоже ведический храм, да? Ну, скорее всего, да. Я его специально не рассматриваю, но я вам просто показываю. Вот, его сделали христианский. Там вот, мы читаем, что там некое украшение было написано «Макарь и Яра Макарь». Зачем христианам скажем «Макарь и Макарь»? Совершенно не нужно. Так, еще один храм. Это вот мы были год назад в Смоленске. Храм Петра и Павла. Он практически не действующий, точнее, он действует примерно раз в неделю. Там что-то, типа, книги продаются, там службы не идут. Вот он так выглядит, но что меня заинтересовало? Это самый старый храм в Смоленске, у меня сразу было подозрение, что это ведический храм. И действительно, ну я в обращенном свете тут показываю, вот на некоторых кирпичах сохранились надписи. И что можно прочитать? Храм Яра, Руси, Яра, Русь, Храм Яра, Яра, Минь. То есть здесь была и резиденция, соответственно, Мима, то есть жильца, и, соответственно, сам храм домопедический. Обращаю ваше внимание, если храм Петропавловский, то это, скорее всего, храм Рода. И вот я как раз хотел бы перейти. Это у меня последний слайд. Может быть, вы узнаете и город, и храм. Город какой? Рим, храм Петра и Павла. Что мы читаем? Во-первых, тут есть деревья. Если посмотреть, вот, внимательно глядитесь, храм, тут написано, рода Яра, храм, это дендроглифы. то есть, деревья высажены так, что они образуют надпись рода, храм. Ну, я тут не сделал слишком контрастное, у меня был другой рисунок, я просто объединил два рисунка. Если вот это сделать сверх контрастно, на крыше можно прочитать. Русь Яра в храме рода Яра. Дальше, Русь Яра, Рим рода. И дальше, Русь Мира Рима. Как вам нравится, да? Есть два названия и Рим одновременно. Я вам просто напомню, что этот храм строился в 17 веке, и в 17 веке еще сохранялся русский вид. Итак, вот первый раз Аркону разрушили вот где-то примерно в 10 веке. А потом она возродилась в 12 веке, и причем такое впечатление, что она возродилась в 19 веке. Наемники? Наемники. Приглашенные. Приглашенные. Это сказка ложь, что в ней намек добром молодцем уроком. Угоди. А как иначе? А что сейчас будет с Соединенными Штатами Америки, если вы видите все посты там потихонечку занимают чернокожие американцы? Вы можете себе представлять. А вот в начале прошлого года шел интересный фильм «Обратная сторона лунного дома». Посмотрели. Там показано, что человек переместился на 30 лет назад в прошлое. Он потерял мобильник, у всех спрашивают, вы мой мобильник не видели? Они спрашивают, а что такое мобильник? Говорят, это мобильный телефон. Это что, вот как на веревочке дети тянут? Ну, там действительно большой такой телефон на колесико. Вот это мобильник? Я к чему? Там очень интересные события проходили. И в частности он не поверил, что он попал в прошлое и он спрашивает, скажите, а в Америке он, значит, по-английски с кем-то кого-то спрашивает, у вас где-то президент черный? Is your president black? Того голоса-то как? Our president black? Понимаете? То есть 30 лет назад сказать, что будет черный президент Америки, понимаете, это, не знаю, загривки волосы дыбом могли встать. Да, пожалуйста. Валерий Алексеевич, а вот вопрос по поводу письменности интересный. Вы думали, что до прихода Кирилла и Мефодия они же взяли славянскую и обрезали и чинили символы. Для этого это как вы не знаете оборудование? Ну, как вам сказали, греческий язык не предусматривает такого количества звуков. Вообще говоря, все славянские языки обладают большим числом звуков, чем языки западные. Это, наверное, знают. Значит, ухитрились втиснуть, допустим, латинский язык в 26 букв, греческий язык в 24 букв. Поэтому понятно, что на базе греческого языка невозможно было бы создать письменность для русских. Вот я часто привожу пример. Я работал в университете дружбы народов и у меня был там один из студентов грек, хотя из Кипра. Я говорю, что ты такой грустный? А он говорит, у меня промомблема с рамомботой. Почему промомблема? Почему рамомбот? Потому что когда-то в древне греческом языке был звук Б, который писался буквой Бета. А в новогреческом языке теперь этой буквой читается Вита. Понимаете? Поэтому Б сказать нельзя. Поэтому они сочетания М и П они превратили в Б. Но Б с призвуком М. Понятно? Вот само слово проблема это греческое слово. Напишется промомблема. Понятно? Вот так они читают промомблема. Но они переносят это и на русский язык с рамботой. И вот я говорю представьте себе ему надо было воспеть песенку «Жил был у бабушки серенький хвостик». Значит он воспел примерно так «Дзилбиль умбамбуски». Зеленький котик. Вот скажите пожалуйста это если бы вы вот так записали вы бы поняли вообще о чем идет речь «Умбамбушки». Поэтому не хватает букв в греческом языке. Что сделал Кирилл Мефодий? Ему надо было стеизовать русское письмо под письмо греческое. Поэтому что он сделал? Он добавил 14 славянским буквам добавил еще греческие буквы. Добавил такие как «Источки», «Фетунь», «Ижицу» и другие. Да, пожалуйста. Простите второй раз я на слышу 14 славянских букв? Больше 40. Простите дело в том что вам наверное знакомо имя Говоров Владимир Иванович замечательный академик-математик который сейчас занимается еще и изучением славянской азбуки и говорит то что это практические математические формулы и блестяще это доказывает поглядно. Он доказал это всем самым ярым скептикам. Так вот он говорит что было даже более 800 знаков мало меня меня очень смущает во всем я смотрю все ваши лекции с большим интересом и удовольствием но меня всегда смущает одно что все письмена которые читаете вы на камнях на петрографе географе все что угодно практически информация скупая только храм я Русь и вот ограничено этим были же несколько форм письмен огромное количество знаков не 14 даже сейчас вот этот 7 на 7 49 знаков это читаются тексты закончены это первое второе что я хотел сказать этот Гуаров доказывает причем доказывает блестяще что знание русского языка это дальнейшее продвижение математики математика встала на мёртвую точку давно существует куча теорем которые не доказывают они существуют и все сейчас познавая алфавит древний славянский он доказал практически все эти теоремы решил понимаете это тоже какой славянский еще сейчас простите Руми рунические тексты они многомерные говорят что они трехмерные бывает даже больше есть первичное вторичное третичное прочтение рунические тексты когда нибудь в геоглифах попадаются то что все-таки руны это тайнопись это ведическое письмо письмо для посвященных и очень глубокая информация заложена в каждой руне рунических текстов вот я не знаю вы сталкиваетесь с рунами с руническими письмами значит постараюсь ответить вам что и последует то что вы приписываете Говору утверждал Абрамов Шубин вот когда я непосредственно его спрашивал зачем такое количество знаков он говорит дело в том что если мы соберем фонетику всех абсолютно языков мира мы не наберем 800 знаков мы может быть наберем чуть больше сотни звуков если знаки нужны для звуков то 800 знаков не нужно там Абрамов Шубин говорил что у него там 1200 что ли было то есть какое-то неимоверное количество когда я уж вы меня извините я вас терпеливо выслушал значит когда я спросил для чего такое количество он говорит а это вовсе и не обозначение звука ну простите если это не обозначение звуков тогда это и не азбука понимаете это что угодно это может быть система счисления может быть что-то другое меня это не интересует дальше трехмерный знак понимаете трехмерные знаки читать невозможно вот вы попробуйте сделать трехмерные знаки причем чтобы у вас допустим анфас читался одна буква в профиле читалась другая а сверху читалась третья вы ни одну надпись так не прочтете зашкаливать будет поэтому мне непонятно зачем это все и непонятно так сказать как понимаете у математиков мозги немножко по другому построены я несколько раз Говорова слушал понимаете у него очень вязкая речь я не всегда пойму о чем он говорит мы часто бывали в одних и тех же аудиториях вот поэтому мне очень трудно понять может быть действительно вот он математический гений ему кажется что можно там связать ради бога я вам говорю я вам показываю реальные объекты на которых есть надпись пусть он мне покажет вот это многообразие 800 знаков на каком-то объекте пожалуйста где где пожалуйста на любом объекте покажите ну он говорит что для нет сказать все что угодно как говорится бумага все след тем более для математиков для математиков очень важен полет мыслей вот а я человек приземленный понимаете вот если написано я читаю вы можете сказать что я неправильно читаю но давайте посмотрим как читать иначе но если на крыше понимаете наверняка эта крыша многократно менялась но тем не менее она сохраняет те надписи которые там были для чего-то я не знаю для чего более того я вам могу сказать вот вроде бы уныло да я читаю там Русь Яра Храм Яра заметьте ни одного возражения со стороны Русской Православной Церкви не поступили мало того поддержки но шведских королей до сих пор провожают в мир иной и отчитывают по русски насчет этого это вы имеете ввиду погребальную речь которая была в 17 веке произносена а вы до сих пор читаете да в 17 веке извините еще христианство на Руси не утвердилось до 30 года примерно до 1630 да и во многих других странах еще была борьба христианства с русским ведизмом с русским ведизмом вот сначала когда я говорил что допустим Александр Македонский прекрасно владел русским языком мне говорят как это могло быть ну если извините он был мимом храма Яра в Аконе и вот я последние данные у него тоже был титул Хараона понимаете то есть более высокого то есть он русским блестяще владел не то что он его как-то знал он какое-то время прожил на Руси ну Русь Яра еще раз на какой Руси понимаете вот он от Аркона идет то есть он идет от основной Руси а мы как бы запасной аэродром и вот мы когда основная Русь Яра погибла мы ее знамя продолжим а кто Аркона что Аркона это датчане да Вальдемар великий самое хорошее имя датское да Вальдемар в связи с этим а как связано Русь Яра с понятием Тартария территории да значит Тартария это не что иное как другое название Скифи вот вся территория Скифи позже стала называться Тартария и стала называться тоже у меня есть одна статья я показывал как изменялось представление о Рае и о Аде Рай всегда был на севере почему на севере потому что я вам показывал самая древняя Русь это Русь северная если вы читали Тилака у него говорится о том откуда пришли Арии в Индию они пришли оттуда с севера соответственно если на севере рай то ад будет где на юге но когда Рим основал христианство эта картинка изменилась рай переместился сами понимаете легко догадаться в какой город в город Рим а если рай помещается на западе то соответственно ад где помещается на востоке ад по-гречески как называется тартар знаете русское выражение дакатисты в тартараре слышали такое название это поэтому да ар земля это ар землю понятно вот раз сменилось значит и название стало тартария то есть адовая земля буквально то есть изучать просто язык без изучения истории не получается потому что многие надписи становятся непонятными вот а что касается скудности ну извините меня вот вы скажете а что у вас тут вот на всех изделиях там написано где-то написано Сони а где-то написано еще что-то а что не могли мало слов написать возникает вопрос а зачем ты понятно то есть храм это не только в нашем смысле место где можно помолиться храм это как бы министерство которое отвечает за свой блок работы вот если храм Яра он отвечает за воинскую стратегию храм Яра отвечает за все финансы если мы возьмем храм Мары отвечает за погребение отвечает за так сказать медицину за всю более того отвечает за социальное обеспечение понимаете огромный круг вопросов храм Рода отвечает за все строительство и все приборы строения если угодно это храм Рода за астрономию храм Рода отвечает храм Макоши отвечает вообще говоря за бытовые условия за великолепные если изделия мастерской храма Макоши это значит произведение искусства то есть это как бы написано что это произведение искусства а если написано храм Мары это значит изделие сделано для того чтобы покойника сопровождать на тот свет то есть у него нет такой высокой эстетической ценности понятно то есть каждый храм это вот некое направление деятельности люди очень хорошо различали что есть что а не в том смысле Я вот много раз говорю, вот вы в церковь приходите, вы вспомните, сколько там раз певчие поют «Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй нас, Господи помилуй, Господи помилуй». Ну, представьте себе, сколько? Ну, наверное, раз сто за одну службу. Да, вы там брошите. А почему бы им не разнообразить? Не убедите. Еще какие вопросы? Пожалуйста. Я, Александр Ильич, скажите, пожалуйста, вот, может быть, вам доводилось увидеть, что письменность использовалась не только в картинах или в географии, а в бытовых каких-то взаимоотношениях людей, но письма отправляли или что-то еще? Может, сохранилось, но в каком-то время? Скорее всего, отправляли. Но я не знаю, как работала почта того времени и как выглядели письма. Во всяком случае, допустим, в X веке в Рязани были найдены камешки вот такого размера с картой города Рязани. Вы представляете, вот такая наглядная карта, путеводитель по городу, очень хороший путеводитель. Часть написана Кириллицей, часть написана Румницей. Ну, кто умел читать? Причем часть хорошо читается в прямом свете, часть читается в обращенном свете. Такая карта сгореть не может, вы говорите, в карман сунны. Да, карманов тогда не было, как вы знаете, были сунки дорожные. Вот, во всяком случае, если только камень не раскололся, ему ничего не страшно. Вода ему не страшна, да, огонь ему не страшен, ничего страшного, значит. Даже если он у вас в огне пролез, ну, сверху вы его почистили и опять вы все видите. Вот, может быть, такие письма я вполне допускаю. Но, вы сами понимаете, писать такое письмо сложно. Но, были же берестяные грамоты, причем берестяные грамоты найдены не только на селе. Тут, понимаете, опять вопрос терминологии. Что считать берестяной грамотой? Берестяной грамотой считается то, где есть слова. А если есть рисунок, это не берестяная грамота. Но, если написано Румницей, к сожалению, современные археологи это не читают. Поэтому, если даже там написано Румницей, то есть по всем понятиям это письмо, с точки зрения археолога, это не берестяная грамота, потому что там нет надписи. Понятно? И вот, скажем, есть стаканчик, допустим, найденный в Киеве. И там есть надпись именно Румницей. Но считается, что в Киеве берестяных грамот не найдено, поскольку вот они прочитать не могут, и даже атрибутировать как надпись археологи не могут. На самом деле, в Лондоне есть, например, найдены несколько кусочков бересты, и что-то там написано. Понятно? Чтобы копаться, то вот такой вид письменности существовал, и писали по-русски, как ни странно. Я вам еще раз говорю, по-русски писали вплоть до 17 века. Это был основной международный язык везде, на всем земном шаре. Вот, только потом его начинает вытеснять язык латинский, который еще только складывается, в 17 веке он еще не сложится. Он складывается. То есть, в Киеве сложенный язык. Да, да, да. А на основании латиницы все остальные языки. Да, 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 совершенно верно. Более того, выясняется, вот, скажем, моя предпоследняя статья была посвящена... Китайцам. Нет, не китайцам, она была посвящена такому философу, как гемист Плетон, который жил в 15 веке. Он придумал, вернее, при нем было опубликовано сочинение Платона, и он сказал, что он проповедует Платона. Псевдоним Плетон он принял только в возрасте 79 лет, до этого просто он был гемист. Я посмотрел внимательно, значит, все портреты Платона. В частности, есть портрет очень любопытный, групповой портрет в городе Помпеи, который был засыпан, как вы знаете, Везувием. Но стандартная формулировка, что это было извержение Везувия первого века нашей эры. А, допустим, Фоменко пишет, что это, скорее всего, 1500-й год. Так вот, на этом портрете четко написано, с одной стороны написано Платон, а слева написано гемист над его головой. Возникает вопрос, если это был первый век нашей эры, откуда они знали, что через 15 веков появится философ, которого будут звать гемист? Но вывод-то один, что на самом деле извержение вулкана было не тогда, совсем, а гораздо позже, и это один и тот же философ. Еще раз вам напоминаю братьев Стругацких, которые писали очень многие интересные вещи, причем писали, как бы это ни в какой стране, не поймешь где, не поймешь с кем это происходит. Вот так и вот. Я вам напомню, что это был период, когда решался вопрос вообще, какая власть должна победить. Должен ли победить Рим, а Рим шел со стороны христианства. Или должна победить Византия, а как вы знаете, в Византии допускалось другое христианство, христианство православного толка, то есть более свободное, более раскрепощенное. Более того, допускалась своя вера, как вы знаете. Эта вера тоже формируется только в нашем, во втором тысячелетии, и греческая вера, на основе нашей веры ведической, и римская вера. Потому что, если посмотреть, то тот же самый Я, это, если угодно, АРЭС, те же самые слова, просто окончательно, и тот же самый МАС, и функции те же самые. То есть, просто переименовали Бога, ну, как сейчас переименовывают, вы, скажем, в Латвии оказались бы не Иванов, а Ивановс. Ну, вот Билон Балов был ведь не четыре Бога, а там было более сорока. Да, понимаете, всегда бывает, если по большому счету, то ведь и у христиан, все святые, это как бы, ну, не совсем боги, ну, так сказать, путь к ним. И вот эта вот канонизация, она всегда идет. То есть, всегда есть желание у любой религии число, так сказать, либо богов, либо рангом поменьше людей увеличить. Все больше, больше, больше. Ну, все религии так работают, ну, и сочиняют, конечно, придумывают. У нас было изначально всего четыре Бога, а вот, допустим, к ним добавилось уже в Наолите, богиня Жива, она же Дьява. А потом еще начали придумывать. Скажем, был Бог Род, потом он стал Сварогом, потом он стал Перуном. Понимаете, это один и тот же Бог, просто его по-разному называют. Так, что ты хотелось бы спросить на тему, вот, Яр, Рей, Марс, да, вот, есть предположение, что известная нам планета Марс, у тебя, Рей, грубо говоря, люди, которые жили на Руссии Яра, приняли переселиться оттуда? Оттуда? Понимаете, вот меня в свое время интересовала такая гипотеза насчет переселения на другие планеты. Очень большие сложности, значит, прежде всего состав атмосферного воздуха, знаете, все время дышать в маске. Ну, в результате космического катаклизма наверняка там климат изменился, но когда-то же планета была. Значит, я вам так могу сказать. Вот, если вы изучали химию, в химии есть два сильнейших окислителя. Первый окислитель в ТОР, в шкале Поллинга, а второй кислород. Вот. Понятно? Кислород на Земле появляется всего миллиард лет назад, до этого кислорода на Земле не было. И, как вы знаете, далеко не все организмы приспособились к кислороду. Есть так называемые анаэробные бактерии, которые до сих пор живут. Скажем, гангрена вызывают. И с гангреной, как сейчас, борются. Это дает повышенное давление кислорода. Это так называемая гиперборическая оксигенация, то есть насыщение тканей кислорода. И гангрена прекращается, не выживая. То есть, вы представьте себе, любые существа, которые когда-то не были способны жить в атмосфере кислорода, они у нас просто сгорят. Далее. И наши организмы, как вы знаете, имеют не кислородную энергетику, а энергетику, связанную с фосфором. Как вы знаете, у нас мышцы работают на аденозин-тифосфате, там аденозин-трифосфат, вот этот вот цикл идет. Но это фосфаты, это не оксиды. Понимаете? Вот в чем дело. То есть, мы-то до конца к кислороду не приспособились. Вот. И кислорода, как вы знаете, у нас, хотя немного, но дома, тем не менее, горят. Они бы не горели в атмосфере углекислого газа, который был ранее. Ну, количество кислорода каждым годом уменьшается, и за последние 150 лет... Ну, это другой вопрос. Понимаете, у меня такое впечатление, что это всякие колебательные процессы, сегодня уменьшаются, завтра увеличиваются. А так же, как демография. Понимаете, в одни годы. Максимум рождаемости, в другие минимум рождаемости. В общем, тут не такие простые закономерности, на самом деле. То есть, ужаса тут не должно быть никакого. Ах, мы останемся в спорте. Даже на планике были люди-гиганты, и растительность была гигантская. Возможно, да. Когда было много кислородии, давления было... Я думаю, дело не в кислороде, я думаю, дело в массе Земли. Вы сами понимаете, чем меньше масса, тем меньше силы протяжения. Если бы люди жили на Луне, вы сами понимаете, они бы были гигантны. А если бы они жили на Юпителе, они бы вообще были не больше муравьев. То есть, масса землищиков. Конечно. А варвары разрушали Рим? Отчего? Сейчас, один момент. Что вы хотите? А вот такой вопрос. Вы говорите, что до 17 века все головы писали на языке близком современную русскую. Да, включая современных чинаицев, японцев, корейцев, бюджетнадцев. Ну, их я не исследовал, я исследовал Западную Европу. Я думаю, что и там так же. Я еще раз повторяю, был такой период, когда Рим хотел задавить все остальные государства. Он и задавил. Как вы знаете, он задавил, с одной стороны, религии, с другой стороны, появились крестоносцы. То есть, появились рыцари, храмовые рыцари. Они одновременно были и христианами, и бойцами, очень крепкими. Вот, так сказать, вот они победили. И, как вы знаете, вся Европа была христианизована. Те страны, которые сопротивлялись, были уничтожены. Например, Древняя Пруссия. Она не хотела принимать христианство. Все ее уничтожено. А Литва и Латвия, как вы знаете, от Прибалтика, они же входили в Великое княжество Литовское. Вот, и они приняли христианство. Ну, в Великом княжестве Литовском, если вы понимаете, там место, где сошлись православие и католицизм. И, если вы помните, там еще какая-то часть стала униатами. То есть, была уния между католиками и православами. Ну, это уже более позднее время. Так, еще какие вопросы? Нет вопросов? Пожалуйста. Скажите, вот, если экспансия что-то в Гипербореи, да, с Гренландии, то получается, датчане больше русские, чем мы? Ой, дело в том, что датчане – это германцы. А Германия, вот в этой книжке, в этой книжке я показал, что все германцы – это никто иное, как тюрки, которые перешли на ломанный русский язык. Почему ломанный? Потому что фонетика осталась в германской. Ну, вот, если на рынок придется, вы никогда не слышите, как с вами тюрки разговаривают. Они хорошо говорят по-русски. Особенно интересно, когда они первоизносят какие-то слова, вот, глаголы, да, ходить, писать. То есть, у них не мягкое «ты», а у них такое вот «ты» передыхание. Вот так вот перемерно говорили первые германцы. Неважно, ки-то они били, и святого семью-то. Ну, это такая фонетика. Ну, так вот говорят. Вот и германцы били, и немцы, и датчане, и кто там, норвежцы, и шведы, и голландцы, и все германцы. Вы посмотрите, до сих пор вот это вот тюркское придыхание даже в английском языке, и в немецком языке, да. Немцы не говорят «гуд», как мы говорим, они говорят «гуд», «тш», «тш», да. Англичане, как говорят, у них же почти все вот эти «ти», «дж», вот это вот «г», «дж», да, «дж», вот такое, то есть с придыханием. Вот это остатки. Поэтому понятно. Ну, неродной язык для тюрок – русский язык. Ну, а если они замели русские земли, то, естественно, ну, пришлось волей-неволей говорить, вот как сейчас говорят. И вот из этой смеси это появилось. То есть у нас шесть падежей, в немецком языке четыре падежи. Ну, то есть какая-то часть сократилась, но, так сказать, все падежи не ищутся. Простите, а генетически это доказывается? А генетически у нас те же самые гены, что у северных германцев. Абсолютно. Что у русских, что у северных германцев. То есть на самом деле, кто такие нынешние германцы? Это в основном онемеченные русские, которые там жили. Понятно? Тюрки в основном там по деревням распределились. Вот мне говорили люди, которые долго прожили в разных местах Германии. Они говорят, в городах немцы похожи на славяне. А вот в сельской местности они похожи на тюркское население. Более того, как вы знаете, больше всего у них гастарбайтеров из какой страны? Из Турции. А больше всего в Турции народы из какой европейской страны? Из Германии, как вы знаете. Русские на втором месте, на первом месте немцы. То есть, понимаете, это вот такая вот историческая близость этих народов. А современники вот тех гриблин, которые преднездавали на мировое миропорядок в 17-м веке? Это вот современники, кто сейчас? Тоже русские или тянджанцы? Значит, ну и итальянцы, и все это тоже в какой-то семье, понимаете, итальянцы. У них в крови очень много арабской примеси, вообще сенитской примеси, скорее всего, это арабы, понимаете? То есть, арабы, перешедшие на русский язык. Вот они и далее. Вот итальянские и испанские языки очень близки к русскому языку. Да, да, особенно испанские. Вот я привожу фразу, скажем, дай мне ее, допустим, да? По-русски дай мне ее на старом языке, потому что слово он, оно когда-то произносится как ее. По-испански будет звучать да, ме, ле, понимаете? Пишется да, ме, ле в одно слово. Вот, но смысл тот же самый и произношение примерно тот же самое. И причем, как вы знаете, там есть слово рустико, что означает сельский. То есть, вот русский язык у них в сельской местности дольше задержался, чем в городах. Понятно? Там, фиделькаство рус. Фиделькаство, значит. Ну, не русский, а сельский. Так что, тут все понятно. А слово Москва, значение, у нас она не только означает, но это еще... Я вам говорю, изначально оно писалось как Москова. От слова Москва. Какая местность? Москова. Но тогда говорили не полными прилагательными, а краткими прилагательными, да? Полными было бы Московая, а так Москова. Понятно? Ну и, как вы знаете, это в других языках так и зафиксировалось. Москва. Да, или Москва, или Москва. По-разному произносу. Да, это еще в то время. Вот. А местности, которая так называлась, несколько было. То есть там, где были изображения каких-то богов, там и Московая местность. Тоже понятно. Так, еще какие вопросы? Аркаим, он как будто образ городом Арконы. Кто-кто? Аркаим. Да, Аркаим, ну, смысл тот же самый. Вообще, что значит Ар? Ар – это просто Я, но в южном произношении. Кон – это традиция, это обычай. И мы иногда говорим, поставить жизнь на кон. На кону слишком много стоит. А вот закон – это то, что выходит за пределы традиции. Это уже человеческие установления. То есть кон – это божественное установление, а закон – человеческое. Поэтому может быть вор в законе, но никак не может быть вора в коне. А Аркаим – это то же самое. Это просто немножечко видоизмененное слово Аркон. Только и в силу. То есть это скоро законный был как-то? Законный, да, да. Законный и город Аркон. Да. То есть это была модель города. Да, да. А Аркаим – это как-то вам нравится? Ну, Аркаим, вообще говоря, в Башкине. То есть можно доехать, конечно, из Челябинской области, но в принципе он в Башкине. Причем Аркаим сейчас раскопан не в том месте, где он был священным. Он раскопан в том месте, где были жилые постройки. То есть там… А это рядом? Ну, как вам сказать, сама гора, например, в шести километрах. Гора. А сакральные места в двадцати километрах. Ну вот, рядом или не рядом? Это такой большой город был, да? Нет. Город-то был… Жилой поселок был маленький. А вот я вам говорю, культовые места, они не там находились. В другом месте. Можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, ну, имя Сидорова вам что-то говорит наверняка, да? Говорит. Вы не знаком с этим? Лично я не знаком, книжки не смотрел, кое-какие его иллюстрации мне не понравились. Он, например, пишет, что «На платок у Тарана, пирамида». Когда я посмотрел, на самом деле чаши. Извините. Я такие шуточки не приемлю. Просто он пишет во всех книгах, так или иначе, не упоминается, то, что в древнем юридическом обществе было кастовым. Что три касты, как бы, так сказать, выше слове гои. А из гои те, кто в чем-то, как или иначе, повинились, были высылаемы за пределы. Границы, в общем-то, тщательно охранялись. То есть... Может быть. Во всяком случае, во всяком случае, вот я имел дело с этрускими надгробьями и этрускими зеркалами. Значит, у этрусков различались простолюдины, которые назывались чели во множественном числе. В единственном числе челы. А господа, значит, это ладо или ладо. Множественное число лады, но поскольку у них звук «ы» перешел в звук «и», то есть «лай». Вот. Так же и женщина, тоже называлась ладий. Что заимствовал английский язык? Он до сих пор пишет ладий, но читается лэдди. Ладо, леди. То есть «госпожа». Понятно, да? Ну, в этом смысле и в английском употребляется. Я же вам говорю, что английский язык, как один из германских языков, он из русского вышел. Причем, как это ни парадоксально, английский ближе к русскому языку, чем немецкий. Ну, это тоже понятно, потому что, собственно, какие тюрки стали германцами? Стали саки. Когда они пришли в Германию, они стали называться саксами. А потом, когда они пошли в Англию, ну, вы знаете, там вот область этих самых саксов, это вот Весекс, Эссекс, Сасекс, область саксов. Вот они, собственно. В Крыму саки. Ну, это Екатерина уже назвала в XVIII веке. Это не то, что исторически так называли. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok